Доброе утро! 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 ситуация для второго ребенка, потому что место под солнцем уже занято, и ему нужно быть более активным, более пробивенным, чтобы занять свое место уже существующей семейной иерархии. Поэтому в одной и той же семье дети, рожденные в разное время и в разные возрасты, скажем, родителей, они могут быть совершенно разные. Но я не могу в двух словах дать общую характеристику современных детей. Сами знаете, в стародавние времена писались целые романы для того, чтобы охарактеризовать человека определенного поколения. Давайте возьмем того же Лермонтова, герой нашего времени. Целый роман посвящен тому, чтобы описать человека XIX века. Но психология — это наука, которая периодически пытается изучать разные поколения, дать описание этим поколениям, составить психологический портрет. И у меня есть данные по исследованиям отдельных научных деятелей. Но такого комплексного исследования, к сожалению, за последние 50-60 лет в нашей стране не проводилось. Об этом чуть погодя мы поговорим. Какие особенности современных детей? Дети, даже без привязки к возрасту, в целом, если говорить о поколении, это дети, живущие в очень интенсивном информационном пространстве. На детей идет огромный поток информации. И дети получают этот поток информации не только от себе подобных, скажем, от человека. Они получают эту информацию и из разных источников. И, соответственно, современные дети, они более мобильные. Они быстрее перерабатывают информацию. Они очень коммуникабельные, скажем так. Но в отличие, скажем, от детей, которые выросли, скажем так, когда давлеющими были только телевизоры и так далее, телефонов, гаджетов и так далее, не так много было. То, соответственно, конечно же, основным источником информации для них становился взрослый человек, близкий человек, авторитетный человек, который помогал ему перерабатывать эту информацию. И весь этот поток информации, он же не просто человеком воспринимается, да, он еще и должен перерабатываться, оцениваться и так далее. И между восприятием информации и переработкой, да, есть некоторый такой временной интервал, когда необходимо внутренне, скажем так, да, осуществить громадную такую умственную работу, делать оценку, выносить суждения и потом уже применять вот эту информацию в своей деятельности, в своей жизни. И, несомненно, вот даже 20-15 лет тому назад главным здесь был все-таки близкий рядом существующий, скажем, авторитетный взрослый. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Этих источников информации сейчас огромное количество. И не всегда взрослые, да, способны заменить собой вот тот красивый поток информации, который постоянно идет. Да, постоянно идет на ребенка. Но такой вот парадокс, да, что несмотря на такое огромное количество информации, больше половины этой информации идет мимо. Не осваивается, не остается. Да, не осваивается, не остается, да. Или закрепляется в виде, ну, каких-то таких отдельных отрывков, скажем, фрагментов, не связанных между собой, да. Все-таки в систематизации, в общении и так далее, да, все-таки нужен взрослый человек, который мог бы направить ребенка, да, вот в переработке этой информации. Вот это вот парадокс современного мира, когда многие исследователи отмечают о том, что мышление современных детей стало клиповым, эпизодическим, таким отрывочным, да. Несистемным. Несистемным. И поэтому современным детям очень сложно делать какие-то обобщения, да, находить причинно-следственные связи, выносить свои собственные суждения и так далее. И вообще представить, что такое мир, как целая картина. Да. То есть мы, наверное, вот вашими ключевыми тезисами хотели бы порекомендовать родителям все-таки общаться, потому что общение взрослого и ребенка – это передача прежде всего культурных ценностей. И родители очень часто вот нам, психологам, жалуются на то, что они порой не понимают своего ребенка, особенно это в переходном возрасте, взрослом возрасте, потому что основные принципы культуры закладываются в раннем детстве, мы сами это знаем, ибо для ребенка взрослый – это высшее божество, тот авторитет, тот идеал, который хочет повторить. И мы с вами исследование, которое вот ведем два года, растем в Якутии при поддержке Целевого фонда будущих поколений, Академия наук занимается, и мы увидели 80% информации дети получают вот от интернета и телефона и так далее. И вот огромная потеря общения старшего поколения с младшим. Вот это поколение привело к тому, что мы недопонимаем друг друга. Если проблема отцов и детей была всегда, то здесь она стала еще больше, огромная дырень, и поэтому умение анализировать, понимать мир, самые вот ключевые добра и зла, понимание, они вот порой переходят в тот мир, которого практически не существует. А вот какие видите вы, Семеновна, в этом плане аспекты с детьми, вот их в развитии, вот если мы с психологической точки зрения говорим одно, а вот что касается состояния здоровья. Ведь самое ключевое, мы знаем еще, Академик Чазов об этом говорил, ключевое это раннее выявление профилактики здоровья. Вы возглавляете тот большой, огромный центр в республике, который организует именно раннюю помощь. Вот можно об этом? Да, конечно, раннюю помощь, это вот 16-го года вышло постановление правительства Российской Федерации, и оно уже было объявлено государственной задачей. Как все люди и в государственном уровне, и в человеческом уровне, мы понимаем, что с ребенком надо с самого начала заниматься его развитием. Ранняя помощь, это он начинается с самого рождения ребенка. Как рассказывала наша коллега, конечно, сейчас совсем другие возможности, другие условия в развитии ребенка. Как мы начинали разговор, как это было 20, 10, 15 лет назад, да, сегодня вот особенно после этой пандемии и включением цифрового мира, то действительно условия у нас разные. И, как говорил Юрий Иванович, вот сейчас дети рождаются, но сохраняем мы всех детей. До 500 граммовых, то есть самых маленьких. И тогда начинаем обращать внимание на развитие ребенка. И есть дети, которые с самого рождения, к сожалению, получается инвалидность, да. Это дети с тяжелыми опорно-двигательными нарушениями, сенсорными нарушениями, зрение, слух, ну и видимыми какими-то нарушениями. А все остальные дети, у кого был малый вес, сложные роды, трудная беременность матери, они становятся группой риска. Мы с ними следим. И где-то, ну, процентов с хорошей надеждой 30-40 можем довести, не довести до инвалидности. Если подключимся раньше и начнем раннюю помощь, то вот это наша главная задача. Остальное, вот у других детей, у кого есть проблема в развитии, это будет вопрос времени. И главное, социальная адаптация, это такое интегрированное развитие со своими сверстниками. Про инклюзивное образование, наверное, все слышите. Но он должен быть качественным, ребенок должен соответствовать к тому, что он вот качественно должен получать школьное образование, дошкольное образование. Вот для этого надо подготовить ребенка, когда есть у него сложности в развитии. Сегодня есть про социализацию мы начали говорить, про разговоры, про то, что как культурные ценности ребенку давать, да. Сегодня вы, наверное, слышали, даже немножко как-то одно время модно было про аутизм говорить. Что это такое? Это вот отрицание общения вообще, отрицание социализации. Как она получается? Почему получается? Очень много исследований, конечно, делается, но больше это все делается в Соединенных Штатах Америки. Там мы смотрим, чуть ли не каждый 68-й ребенок носитель вот этих нарушений, а у нас в России 165-й ребенок. Ну, это как считается по статистике. И вот при раннем вмешательстве можно ребенка научить общаться. И как мы говорили, что дети ушли, у нас немножко виртуальный мир и сложности в общении мы это наблюдаем. Но откуда они ушли? Почему ушли? Вначале, мне кажется, ушли родители. Так, да? И потерялось вот самое дорогое, что можно передать ребенку, это общение. А через общение, как вы отметили, это действительно культурные ценности. Начиная от как вести себя тем же за столом. Ну и все остальное. Хотела немножко прервать, Зинаида Семеновна, у меня вопрос есть, но перед этим я хочу напомнить, что мы в прямом эфире 32 00 66 и 32 11 66, телефоны прямого эфира, по которым наши слушатели и зрители могут задать вопросы, касаемые вот общения со своими детьми, да, вопроса воспитания. Потому что в нашей студии сегодня и кандидат философских наук, и кандидат психологических наук, и прекрасный преподаватель с огромным опытом, ученый, руководитель. Поэтому, пожалуйста, звоните. А у меня вопрос такой, что вот вы говорите, что дети перестали хотеть общаться, да, но ведь есть же определенные, есть же определенные типы личности людей, когда вот не любят общаться люди. Люди, которые вот ближе такие к социофобии. Есть такие, да, но вот в нашем случае это будет клинический случай, да, то есть мы, которым нужно работать. То есть если человек избегает общения, это уже не является нормой? Это, если это будет мешать ребенку развиваться, человеку жить, и, ну, вообще, дискомфорт во всем. В раннем детстве, в раннем детстве все-таки дети должны общаться. Это вот взрослый человек, который, осознав, поняв, вот полностью увидев картину мира, есть такие взрослые, да, уже более-менее люди, это уже или 6-7 лет, или даже чуть позже, в 5-6 классе мы обнаруживаем, что уже формируется определенный тип характера, и определенным детям комфортнее быть самим собой. А вот только что родившиеся дети в маленьком возрасте, им все-таки крайне важно общаться. Да, нужно общаться. Но вот от тех патологий, о которых мы начали говорить, до года оно не обнаруживается, потому что там формируется, только формируется зрение, слух, он же в начале, как мы не видим, это он как бы, мир раскрывается в течение вот этого года, и слух тоже, он усовершенствуется, он отдельно-отдельно начинает слышать, начиная от голоса матери, да, дыхания, сердцебиения, если он там слышал, потом голос мамы, папы начинает отличать, ну и все остальные дальнейшие звуки. А вот потом после года обнаруживаются те странности, которых вот ребенок не хочет общаться. Вот, кстати, одним из больших проблем является то, что мы вообще проблемы наших детей со здоровьем обнаруживаем очень поздно, вплоть до того, что мы глухих детей до полутора лет порой не знаем. Вот как часто вот такие моменты бывают, Денисиевна? По слуху, идет у нас скрининг в роддоме. Сейчас очень хорошее оборудование, есть аппаратура и вызванные потенциалы, ну и можно там просто гороховый этот называется, да, и наблюдать за ребенком. Очень многие нарушения обнаруживаются при рождении, и они уже с роддома, к сожалению, выходят с диагнозом, и потом дальше уже стоит другая задача, как их развивать. А вот в сельской местности, у нас очень большое количество населения все-таки живет в сельской местности. Они же родятся в роддоме. Там тоже не всегда есть оборудование. Знаете еще, тут психологические случаи, когда родитель, конечно, этот, особенно мама, быстро замечает, что ребенком что-то не то. Но не хочется верить, понимаете? Это не обязательно первый ребенок, это может быть и последующих детей, но тем более опытнее мама, тем больше не хочется верить, что что-то ребенком не так. И все мы ожидаем, а вдруг это пройдет, а вдруг это мне показалось. Тут подключаются родственники, там бабушки. И все начинают советовать. Советовать, и все начинают ожидать. Ожидание иногда доходит. А почему-то было такое мнение, что до 5 лет, 5 лет ребенок заговорит, и все будет хорошо. Давайте посоветуем нашему слушателю или зрителю. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, слушаем вас. Так, я вот насчет инвалидности хочу задать вопрос медику. Ага, слушаем. Так, у меня внук инвалид, у него диагноз, как сказать, инспалопатия, низкий порог эпилепсии. И мы в связи с пандемией, да, вообще никуда не ездили, не летели. И продлят ли, вот его инвалидность в этом году, он во втором классе учится. Ну, вам нужно пройти врачебную комиссию, которая посмотрит и отправить на медико-социальную экспертизу. Только они могут посмотреть, если будет, продолжается ли болезнь, или, может, ушла. Какие-то лечения же все равно принимали, наверное. Оно назначается надолго. Вот. К сожалению, да, наша жизнь как бы остановилась. Спасибо за вопросы, за ответ. У нас есть еще вопрос слушателя или зрителя. Алло, добрый. Здравствуйте, представьтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, у нас передача просто на русском языке была, но будет на якутском языке, мы обязательно выйдем на якутском языке. Барага халыга на работе, все на якутском языке говорим, обязательно объясним. Вот мы остановились на том, что, к сожалению, мы порой отрицаем, не всегда хотим верить, что у ребёнок есть какие-то отклонения. В том числе у нас большие логопедические проблемы. Мы стали очень плохо говорить, произносим звуки, в три года, порой, в три с половиной года мы не говорим. И здесь родители должны чётко и ясно понять, что до семи лет каждый день практически это на вес золота. Чем раньше мы обнаружим определённые социальные, психологические, физические отклонения в развитии детей, тем лучше мы сможем его вылечить. Вот очень хорошую цифру сказала Зинаида Семёновна. 30-40% при раннем обнаружении до трёх лет различных заболеваний, психических различных расстройств мы можем избежать инвалидности. Мы можем вернуть его к норме. Здесь бы ещё хотелось отметить, что проблемы, когда у детей есть со зрением, проблемы со слухом, то огромное количество информации не попадает ребёнку, и мозг недополучает ту информацию для развития. И здесь тоже, если мы не обнаружим это до трёх лет, то мы, к сожалению, потом будет очень трудно в когнитивном развитии, в психологическом развитии. Поэтому необходимо вовремя обратиться. Не бойтесь обращаться. Сегодня есть интернет, сегодня есть телефон. Не бойтесь дополнительно как-то волноваться за своего ребёнка, потому что лучше уж попереживать чуть больше, а потом, чтобы избавиться от всех этих возможностей. Наука не стоит на месте, и мы имеем уникальные технологии, методики. И вот центр, который возглавляет Динаида Семёновна, Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, Министерство труда и социального развития нашей республики, творит большие чудеса. Я лично там был, смотрел, так что есть большие возможности. И вот хотелось бы ещё, как быть, если мы находимся глубоко в Селезине, Динаида Семёновна? Как попасть в ваш центр? Вот я обнаружил какие-то... Вот не говорит у меня ребёнок к трём годам, к трём с половином. Что делать мамам, папам? Знаете, мы не отрицаем, мы верим в лучшие, поэтому ждём. Но, к сожалению, не всегда получается. Здесь я могла бы дать конкретный, скажем так, обозначить маршрут для родителя. В каждом образовательном учреждении есть педагог-психолог, есть социальный педагог, есть педагоги, в детском саду это будут воспитатели, которые ежедневно наблюдают за ребёнком. И в случае, если они отмечают или поведенческие нарушения, или ребёнок, скажем, с одного, с двух, с трёх раз не воспринимает обращённую речь к нему и так далее, уже есть повод для того, чтобы дать сигнал родителю. Дальше проводится первичная, скажем так, диагностика, первичное наблюдение за ребёнком в образовательном учреждении. У нас продолжается передача «Якутск сегодня», и мы продолжаем разговор. Мы остановились на том, что у нас в каждом населённом пункте, в самом маленьком селе, в большом городе нашей большой необъятной республики есть детский сад. И вот очень важно родителям понимать, что чем раньше мы обнаружим определённые проблемы в развитии нашего ребёнка, и, возможно, мы в чём-то не разбираемся, где-то волнуемся, не знаем. Если нет специальных служб, поликлиник, то мы всегда можем обратиться в детский сад, там есть специалисты. Да, Николаевна, вот можно поподробнее об этом? Как быть родителем, если в маленьком населённом пункте, есть где только фельдшер? Вот как быть, если мы испытываем какие-то волнения в отношении нашего ребёнка? Даже если ребёнок не посещает детский сад, ему, скажем так, год, год, полтора года и так далее, то при каждом образовательном учреждении есть консультативно-методические центры, которые консультируют родителей детей, которые не посещают детский сад совершенно бесплатно. Хорошо. Саданикан, давайте послушаем у нас телефонный звонок и потом продолжим. Саданикан, давайте послушаем. Как хорошо, что вы у нас есть. Да, спасибо большое. Мы согласны абсолютно с нашим зрителем, он правильно говорит, мы порой и одеваемся неправильно совершенно. Немножко потеплело, и мы начинаем ходить в маленьких вязаных шапках, надевать кроссовки, ничего подобного. Мы живём, климат у нас не меняется, порой, наоборот, становится холоднее. Если где-то тепло днём, то вечером холоднее. Здесь мы должны вот эти меры полностью соблюдать. И наука, мы вместе с Целевым фондом будущих поколений, Академией наук республики, по инициативе Владимира Игорова, генерального директора Целевого фонда будущих поколений, создали в этом году лабораторию детства, и оно начинает делать. И мы постараемся, чтобы в каждый детский сад, в каждую школу пришла наука с его точным, объективным взглядом, доказательством, в том числе слова нашего телезрителя, ведущего, который вот только что позвонил, и доказать, что вот с раннего детства необходимо воспитывать в детях нормы, культуру, в том числе и правильно, грамотно одеваться. Вот мы сказали, что в каждом детском саду есть центры консультативные, и по национальным проектам образования они будут создаваться практически в каждом улусе, в каждом детском саду, и каждый может обратиться в этом направлении. А вот как обратиться к вам, Зинаи Семёновна? Так, у нас создаётся служба ранней помощи. У нас ещё один звонок, прошу прощения, Зинаи Семёновна. Давайте послушаем наших зрителей. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Это Октябряна Слепцова, Аббайский Улус. Слушай, здравствуйте. В наших маленьких сёвах, в детских садах даже нет логопедов, психологов, дефектологов, даже медиков нет. Как нам быть в таких ситуациях? В наших детских садах, например, есть дети, больные, инвалиды, СОВЗ. Я хочу по этому сказать. Спасибо большое. Очень вопрос. Вот, Зинаида Семёновна, пожалуйста, ответим нашей. Так, ранняя помощь. Это вот в прошлом году был создан трёхсторонний договор. Подписали министра здравоохранения, министра образования и министра труда Республики Саха по ранней помощи. То есть ребёнок только рождается, если мы в чём-то сомневаемся, то есть группа риска, мы начинаем заниматься с этим родителем. И уже до года вот ребёнок будет ясно, что будет с ребёнком до посещения детского учреждения. По вашему вопросу, значит, если ребёнка есть инвалидность, то он стоит на учёте управления социальной защиты. И по очереди они направляются к нам в центр на реабилитацию. Мы сейчас открываемся очно, но, к сожалению, пока не будет общежития. Поэтому у кого есть здесь жильё или вот с городскими детьми. А если ребёнка нет инвалидности и ребёнка ранний, то от рождения до трёх лет, можно по направлению участкового педиатра и по системе обязательного медицинского страхования тоже можно прийти на обследование и на раннюю помощь в наш центр. Также сейчас мы создаём ресурсные ранние центры по УЛУСа. Сейчас у нас будет работать 7 пилотных проектов по 7 группам районов. И будем дальше расширяться, и в каждом районе будет служба ранней помощи, где будет участвовать и районная педиатрия, там с врачами, с педиатрами, и система образования с ранней помощью. Это и осильные группы, ну и так управление социальной защитой, если у ребёнка есть особенности в развитии. У нас ещё один звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Представьтесь. Добрый день. Трофимова Оханан. Ага, у вас вопрос, пожалуйста. Говорить, да? Да. Это самое, в садике, например, у нас нет логопеда. Не было логопеда. Сейчас вот одна воспитательница переучилась на логопеда. Ну, только начинающий логопед. И психолог у нас тоже 25% говорят, и в садике этим делом очень слабо у нас. И теперь, теперь нянечки работают, кто, ну, молодые девочки работают и обучаются на воспитателя. И вот, как бы заочно они учатся, потом они становятся воспитателями, заканчивая это заведение, да? И большая разница, вот, кто учится заочно и ведёт, воспитывает детей, и кто учится очно, который закончился, уже с дипломом, приходит, работает. Это две большие разницы. Вот это как можно как-то... Спасибо большое. Как можно вот это дело объяснить? Да. Это, ну, объяснить, к сожалению, невозможно. Я абсолютно с вами согласен. Я как бывший директор, руководитель, человек, который готовит, прекрасно знаю, что сегодня можно с очень, даже с лесотехническим среднеспециальным образованием пройти переподготовку, заплатить там 20-30 тысяч рублей, стать воспитателем завтра. На самом деле, я абсолютно не согласен с этой системой. Должна быть сложная подготовка. Раньше, в советское время, воспитатели даже готовили с базовым медицинским образованием, понимающих, способных не только ухаживать с детьми с маленького шестимесячного возраста. И поэтому я здесь абсолютно согласен. Мы здесь, конечно, будем разговаривать. Хорошо, что вы говорите, вот я часто езжу по районам, слышу, и обязательно передам Министерству образования вот ваши чаяния. И потому что надо увеличивать подготовку кадров, надо работать с тем, что... Ну, логопеды тоже, к сожалению, это специальность очень редкая, мест федеральных университет отдают очень мало, проблемы у нас в этом есть. Мы здесь тоже постараемся передать, чтобы увеличили целевую подготовку и целевое направление в УЛУСы. Тем более, Хангаланский УЛУС, кажется, он недалеко совсем. Но в направлении логопедии тоже, в принципе, можно пройти переподготовку. И с опытом, конечно, это придет, работы. Так что, ну, пока, к сожалению, изменить законодательство нельзя вот в таком направлении. Но постараемся передать, чтобы вот был, так скажем, целевой подход в обеспечении кадрами системы образования. Вот, Зинаи Семеновна, вы рассказывали, как все-таки вот можно еще обратиться в ваш центр. А может ли родитель напрямую с района выйти к вам, учитывая то, что, возможно, не будет специалистов, не везде педиатры порой бывают, особенно в маленьких сельских поселениях? Конечно, очень часто обращаются родители к нам, и мы со всеми общаемся. Но вот эти пути, почему вот делаешь, чтобы сделать порядок? У нас более пяти с половиной тысяч детей инвалидов, и столько же детей, которые нуждаются просто в консультации. Недаром же сейчас все, вот каждый вопрос говорит, что в саду нет логопедов. И сегодня это очень хорошо, что родители понимают, речь нужна ребенку, ребенку нужно общение. Мы пережили те времена, когда вот я раньше говорила, что ребенок потом заговорит, потом это все будет. Хорошо, что сегодня обращают на это внимание. Мы никому не отказываем. Спасибо большое. У нас буквально остается пару минут до окончания эфира. Я прошу наших коллег. Саданья Николаевна, ваши пожелания нашим зрителям, радиослушателям. Я бы хотела обратиться к родителям или к потенциальным родителям, да, и сказать о том, что потенциал, психический потенциал человека формируется до трех лет. Это практически на 50%. Поэтому значимость первых трех лет, да, она, ну, даже не хватает слов, чтобы обозначить, да, насколько важны вот эти первые три года жизни. К пяти годам человек формируется практически на 70-80% своего мозгового потенциала. А потом всю оставшуюся жизнь, да, он будет реализовывать этот свой потенциал. Спасибо большое. Зинаида Семёновна, пожалуйста. Я пожелаю родителям любить ребёнка и быть внимательным к ребёнку. За ним следить, ну, и больше общаться. Тогда всё будет хорошо. Спасибо большое. Любить – это не только давать ему всё, что он хочет. Любить – это отводить ему время. Так что, родители, пожалуйста, любите своего ребёнка, занимайтесь, разговаривайте, учите, общайтесь с ним. Ну, и на этом мы завершаем нашу сегодняшнюю программу «Якутск. Сегодня». И я благодарю вас, Юрий Иванович, за то, что вы провели сегодняшний эфир. Мне было интересно, и ваших гостей – уровень Бог. Спасибо. Спасибо. Слушателям здоровья и общайтесь со своими детьми. Спасибо.